Реакторы Сибирского химического комбината дорабатывают последние дни. Через три недели один из них будет остановлен. Ничего сверхъестественного, впрочем, не произойдет. Эта процедура штатная и выполняется регулярно. Разница лишь в том, что в этот раз реактор не запустят вновь уже никогда. Так в начале 90-х уже остановили несколько реакторов СХК. Вот мы демонтируем сейчас корпуса над высшим механизмом и грубовые коллектора. Они уже все отрезаны от общего коллектора. Эпоха в истории Томска, длившаяся 50 лет, завершится через два месяца. Наш город перестанет работать с оружейным плутонием для оборонных нужд. Через полтора десятка лет после подписания соглашения об остановке реакторов Северский атом становится по-настоящему мирным. В 1997 году государство прекратило платить за оружейные материалы. И сегодня, кстати, это одна из причин, почему мы реактора стараемся побыстрее закрыть. Потому что сегодня за основную продукцию реакторного завода государство не платит. А мы несем дополнительные издержки на выделение, хранение, обеспечение безопасности. Бюджет области не получал никаких денег от того, что на территории Северска производили плутоний. Поэтому прямых убытков от остановки реакторов мы с вами не понесем. Неприятности, однако, будут. Побочным продуктом деятельности СХК было тепло и электричество. Когда мы остановим реактора, мы прекратим отдавать в Томск тепло. Особенностью нашего тепла было то, что, или является то, что нам за него назначают эти директивные органы, имеется в виду местные, очень низкую цену. Какие у нас источники? Те, которые есть, значит, ТЭЦ-3 загружена практически полностью, ГРЭС-2 тоже полностью, соответственно, источников нет. Председатель Совета директоров Томскоэнерго Николай Вяткин говорит, город стоит на пороге острого энергетического дефицита. Из генерирующих мощностей разом выпадают 430 мегаватт электроэнергии и 250 гигакалорий тепла. Это для Томска серьезная потеря до четверти общего потребления. Существующих источников хватит, чтобы едва-едва вытянуть нынешние потребности города. О вводе жилья по миллиону метров в год можно забыть. Либо в срочном порядке строить новый энергоблок в соответствии с новой областной стратегией на угле. Что такое на угле? Конденсационный блок ввести. Для этого надо потреблять 12 тысяч тонн угля. Представляете, надо около 40 вагонов, около 6-7 составов угля. Уголь надо согласовать. Откуда будет потреблять? Кузбассе количество угля тоже сокращается. Ставку на газ Белый дом больше не делает. Слишком уж быстро растут на него цены. Но и цена угля увеличивается с каждым годом. Альтернативой для Томска может стать собственный атомный проект. АЭС мощностью 1200 мегаватт неподалеку от Северска. Альтернатив у ядерной, а в перспективе у термоядерной энергетики нет. Ученый Игорь Шаманин считает, что у Томска нет других путей, кроме как построить собственную атомную станцию. Ввод жилья полбеды. Под вопросом вообще все развитие области. Не будет энергии, значит не будет промышленности, инвестиций, золотых проектов. Экономика встанет. Строительство АЭС это совсем просто, это приток инвестиций в области. Если в области имеется надежный энергоисточник, значит есть смысл вкладывать деньги, то чтобы на территории области строить новые предприятия. Не важно какие. Новые предприятия это новые дороги, это новые дома, это жилье, это детские сады, это школы. Это опять же инвестиции в систему здравоохранения. Дальше, наверное, нет смысла рассуждать. Сегодня все области, губернаторы стоят в очередь в администрацию президента Евросатом и бьются за то, чтобы у них создавались такие объекты. Сергей Тачилин говорит, согласно концепции развития российской энергетики, объем производимой атомной энергии планируют к 2020 году увеличить вдвое. Регионы, которые сумеют пролоббировать строительство у себя атомных станций, получат сказочные выгоды. За период строительства порядка 9 миллиардов рублей налогов будет на территории Томской области. Ежегодно после ввода в эксплуатацию станции порядка 4-4,5 миллиардов рублей налогов будет оставаться на территории Томской области. Пока это существует только на бумаге, все достижения Томска по части строительства АЭС заключаются в так называемом рамочном соглашении с Москвой. Впрочем, власть уверяет, что и это уже очень много. Изначально под проектирование атомной электростанции в Москве выбрали три площадки. Все внутри закрытой зоны Северска. Томичи в ответ предложили свой вариант. Вот эта площадка неподалеку от деревни Чернильчиково на берегу реки Томи. Пока не готов еще даже проект. Предполагается, что его создание займет не менее двух лет. И потом пять лет займет строительство. Поэтому первый энергоблок может быть введен в эксплуатацию не раньше 2015 года. Николай Вяткин, по его же словам, не является противником атомного проекта. Однако сроки слишком уж велики, чтобы всерьез рассматривать АЭС как средство покрытия энергодефицита. Обещанного в данном случае придется ждать семь лет. А тепло и электричество нужны уже сегодня. Есть и еще одно но. Энергия, произведенная на атомной станции, действительно будет дешевой. Но сама станция обойдется в десятки миллиардов. И по мысли Вяткина, никто не вложит эти деньги даром. Финансовая емкость. Значит, 800 миллиардов, не считая линии передач. Если турбину можно ввести одну и ничего не надо, то там надо все вспомогательные объекты сделать. Все это дело. Плюс линии передач. Атомная станция не появится, если этому воспротивится население. Таков закон. Полагается провести общественные слушания, а если потребуется, то даже референдум. Люди же, как показывают опросы, рядом с ядерными объектами жить опасаются. Если бы у нас в Томске проводился референдум за или против этой станции? Я была против лично, я и моей семье вся. И какая-то и тревога есть из-за этого, что будет это рядом такое. Хорошего это ничего нет. Тот проект, который будет реализовываться, имеет такой показатель, что санитарно-защитная зона ограничивается территорией этой атомной станции. То есть все меры, так сказать, безопасности настолько глубоко эшелонированы, что, так сказать, никаких вредностей не должно за пределы этой территории выходить. Я сам живу здесь, в этом городе, и в этом городе живут мои дети. И ведь нельзя думать о том, что я не приемлю тем, что я буду что-то делать в учебе безопасности своей семьи, своих детей. Да нет, конечно. Между тем, противники строительства АЭС уже готовятся к общественным слушаниям. Руководитель Сибирского экологического агентства Алексей Торопов собирается провести собственную экспертизу проекта. Как будет защищено население? Как оно будет застраховано на случай ядерной аварии? Какова на самом деле вероятность этой аварии? И все вот эти вот прочие вопросы, над которыми мы работаем, то теоретически, конечно, можно. Почему-то мы учителя не учим учить, да, врача не учим лечить. А почему мы специалисты в области управления атомной энергией учим, значит, как управлять, да, и быть или не быть. Как обещают, радиоактивные отходы не будут храниться на территории области. А Томск после постройки АЭС из города, покупающего почти половину электричества, превратится в город, продающий соседям электроэнергию. Но только если Москва одобрит предложенную томичами площадку, а жители своими руками не закроют область для ядерного проекта.